Символически этот один ящик. Всего таких ящиков несколько сотен. В них из США в Россию доставили 200 килограммов уникальных документов по истории русского кадетства. В государственный архив их передали Свято-Троицкое духовное семинарие американского города Джорданвиль и Фонд содействия кадетским корпусам России. Это в первую очередь коллекционные материалы по истории первого русского кадетского корпуса в Сербии. Это 20-30-е годы. Огромная коллекция подлинных фотографий. К сожалению, их очень мало осталось. И вот впервые в таком количестве такая уникальная коллекция пришла в Москву. Большая часть из собрания Алексея Борисовича Йордана. В 1941-м он выпускник первого русского кадетского корпуса в Сербии. В начале 90-х инициатор возрождения кадетских корпусов в уже современной России. По всей стране их сейчас в пять раз больше, чем было до революции. Около 150-ти. Выезжая за границу, конечно же, люди, которые выросли в этой системе образования и воспитания кадетских корпусов, пытались воссоздать это тоже за границей и сохранить. Как для своих потомков, так и для последственного возвращения на родину. Это маленькая девочка у елки Таня Хаиндрова. Фотография сделана в конце 30-х в китайском городе Дайрен. В этом году Татьяна Хаиндрова передала в Фонд Государственного архива России письма, фото, рукописи, принадлежавшие ее матери, Лидии Хаиндровой, знаменитому в эмиграции поэту. Почти полжизни, 37 лет она прожила в Китае. Не просто какая-то колонна убежавшая, это страна, оказавшаяся в знании. Со всеми институтами, с элементами управления, с внешними, с демографическими институтами, с образованием, с искусством, даже с Академией Генштаба. Российское зарубежье первой волны – это 2,5 миллиона человек. Русский голос за рубежом звучал громко и уверенно, но иногда все же с иностранным акцентом. Так, историк и публицист, исследователь жизни и наследия Карла Маркса Борис Николаевский в США стал Борисом Николаевским. Больше 20 документов, связанных с его именем, теперь тоже находятся в Федеральном архиве России. За 2011 год он пополнился на более чем 8 тысяч уникальных экспонатов. Дина Иванова, Александр Картавцев, Вести.